Ну тут Дмитрий Беляев, день назад. Геннадий Петрович, объясните, пожалуйста, как человек, который, как вы, говорит, косячит по жизни, понять свое предназначение и максимально реализоваться в этой жизни. Может, у вас есть книга на эту тему? Ну, это такой какой-то вопрос большой, тут так его сразу и не ответишь. Ну, в первую очередь, у вас должно быть, знаете, вот, вы чем-то занимаетесь, и вы чувствуете, вот это ваше дело, вам это интересно, вот самое главное интересно, вам интересно, как-то полезно, и даже-то она деньги приносит, понимаете? Вот в этом плане. Основное это, вам полезно и интересно, вернее, вам интересно. Вот тогда, когда имеется интерес, вы, никаких нету мыслей о самосожалении, о том, что я занимаюсь не своим делом, сижу в какой-то конторке, а мог бы сейчас, допустим, порыбалить, или еще чем-то позаниматься, я вот что-то делаю такое, но не свойственно, мне не нужно, просто надо тупо заработать деньги. Но это не тот, не та профессия. Если лунете вы себя на вот этой вот мысли, значит, бросайте это дело, либо же параллельно займитесь тем, что вам приносит удовольствие. Вот тогда вы найдете, как бы сказать, себя. То есть, делая что-то, вы чувствуете довольными, у вас это получается. Пусть не так она как-то с деньгами, но важно вот это вот самочувствие. Возможно, дальше там как-то и деньги пойдут, все это там так можно. Потому что я когда начал писать книги, я не думал, что я буду телеведущим, что у меня тут будет от машины. Я вообще машины поздно, в 96-м году только купил первую машину, а с нами 54-го года рождения, е-мое. Что будет дом такой? Ну, говорю, как-то важно делать. Вот сейчас я, смотря на всю вот эту вот, и как бы сказать, тему, я подумаю, подумаю, заняться мультиками, освоить эту вот программу, потому что человек действительно, вы знаете, должен, ну, с одной стороны, делать то, что нравится, но с другой стороны, не забывать и о составляющей материальной, потому что надо кормить семью, надо еще что-то делать. Потому что, когда я занимался книгами, мне было интересно, потом я сейчас покажу свою библиотеку, там читать, писать, все это дело делать, но это в 80-е годы не приносило мне практически никакого, именно книжное дело не приносило мне никакого дохода. И мне приходилось работать на спасательной станции, на машинистов в холодильной установке, на кондитерской фабрике, для того, чтобы я элементарно мог содержать свою семью. И только после того, как я почувствовал, что я могу все это дело, как бы сказать, вот, целиком сосредоточиться на книгах, и она приносит мне доход, я вот всем этим делом стал заниматься. Вот я сейчас вроде как книги не делаю, но вот я вот чувствую, что больше и больше меня тянет, знаете, просто почитать, просто что-то для себя узнать, не обязательно написать, вот просто что-то как-то вот дальше развиваться. Поэтому, поэтому, еще раз говорю, вам должно быть интересно. Так, и не кажется ли вам, что раздавать людям книги бесплатно – это не совсем правильно, так как человек никогда не ценит то, что досталось ему даром, а информация о ваших книгах очень важна и должна быть достойно оценена. Любая из ваших книг не может стоить меньше тысячи рублей. Эльдар Элисон, Дмитрий Белеев, я тоже считаю, что книги должны быть бесплатны, так как они обесцениваются. Я бы не сказал, что они обесцениваются, знаете. Тут, конечно, интересная вещь, интересная вещь. Ну, во-первых, знание – это не мое, собственно, я не могу его монополизировать. Во-вторых, то, что я написал, значит, да, труд я вложил в то, что собрал, написал, обработал и сделал эту вещь. Они, значит, все-таки, что касается материальном плане, ну, не хочу сказать, что отработали свое, но они дали мне вот эти различные блага, вот среди которых вы можете посмотреть на видеокамерах. Я слежу, это тут, допустим, вот в первую очередь, есть средства, дом, участок земли. Далее, возможность, возможность, дальше творчески работать. Это компьютеры, там, это всякие, это балалайки и так далее, тому подобное. Ну, и в конце концов, средства, там, передвижения и какие-то такие, это, там, средства на жизнь. Я сейчас слушал, ну, буквально-таки вчера, вот, бедные люди, это имеющие доход в 18 тысяч рублей в месяц. Значит, средняя обеспеченность, это, это на человека, естественно, средняя обеспеченность, это, значит, свыше 18 и где-то до 150. И вот где-то от 4 до 650 уже идут, как бы сказать, люди, ну, обеспечены. Вот лично я в месяц имею 41 654 рубля. То есть это я. Жена, жена, там, она пенсию получает где-то 8. То есть, если на двоих нас делить, мы едва вышли за черту бедности. Но, тем не менее, тем не менее, так как был сделан хороший задел в виде книг, в виде телевидения всего этого, вот, остается просто это поддерживать. Если, естественно, что-то там нарушится, то, то все это придется куда-то одевать, продавать и так далее и тому подобное. Вот. Ну, пока более-менее нормально. Так вот, что я хочу сказать. Вот я хочу, все, сейчас я разбрыкиваюсь вот с этими тут вещами, кое-какими, которые я занялся, да, и хочу вот этим вот делом более плотно заняться. Стоит, да, музыка. Все это, знаете, как бы сказать, надо заниматься, и оно получается. Есть, если понятие, то будет получаться. Вот, поэтому, Дмитрий Беляев. А что касается книг, 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 мне хотелось бы, я еще их далеко не все, конечно, выставил, просто нету времени. Мне хотелось бы, чтобы какая-то была обо мне память, осталась какая-то библиотека здорового образа жизни в авторском исполнении. И чтобы она тем стражущим людям, которые хотят заниматься, хотят оздоравливаться, лечиться по естественным этим, чтобы они могли этим воспользоваться. а не так, как я это все все время искал, и так далее. Спасибо.